Приветствую вас. Объяснить то, что вы описываете, можно наличием эмоциональной привязанности, эмоциональной зависимости, любовной зависимости, если быть до конца точным. Вот. И, соответственно, она, эта самая любовная зависимость, если имеет место быть, то есть, если она, ну, если это действительно она, вот. Провоцирует вот эту вот реакцию, которую вы описываете. То есть, провоцирует вот эти кошмары, о которых вы пишете. Вот. То есть, и у него, и у вас. То есть, тут как бы разница, как бы разницы нет здесь. На самом деле. А для кого? То есть, вы человека, по сути, да, не отпустили. Еще. Вы, человека, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ такие вот кошмары, и ему, потому что тяга, которая у вас, ну, изначально была к нему, к нему, она, ну, никуда не ушла, она по-прежнему присутствует, она по-прежнему с вами, вот, то есть, как бы, зависимость, да, эмоциональная привязанность к человеку абсолютно никуда не делать вас, поспоря на то, что вы поговорили, решили расстаться и так далее. То есть, вы, несмотря, ага, несмотря на это, вы ничего не делаете с своей тягой к человеку, несмотря на это, несмотря на то, что вы раздались с ним, на мой взгляд, вы никак не способствуете тому, чтобы эмоционально от него освободиться, вот. Ростнее грубость его ухода может означать, например, эм, то, что вы считаете себя достойной только грубого ухода, но ни в коем случае не считаете, что, как бы, вот эта вот адекватная позиция ваша. Со стороны, ну, по отношению к мужчине. То есть, вы не считаете, вам не кажется, что, эм, ну, что, с вами можно, можно по-корочему расстаться, а может быть, вы просто от него ожидаете того, что он, ну, все-таки грубо это сделает еще. То есть, сейчас, пока еще нет. Но, тем не менее. Смотрите, вы просите объяснить. То есть, вы бросите и выходите, чтобы мы объяснили вам то, что происходит. Но, подумайте, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вам плохо сейчас, скорее всего, соответственно, вот в этом направлении, именно вот в направлении того, чтобы вам перестало быть плохо, и нужно взаимодействовать. Понимаете, какая история? А вы пытаетесь сейчас, на мой взгляд, да, рационализировать только то, что происходит, что, на мой взгляд, никакого позитива для вас абсолютно не сделает, и вам ничего это не даст, к сожалению. Поэтому вы сейчас видите не в том направлении. Я даже могу предположить, я даже рискну предположить, что вы не очень-то хотите расставаться с мужчиной. Вам в глубине души, наверное, хочется, чтобы вы опять сошлись, потому что вас, ну как вы вот пишете, да, вас тянет. То есть у вас к нему есть стремление. Вот. Вы всегда к нему стремились. Вот. Ну, потому что, как вы описываете, это ваша первая любовь. Вот. Ну, соответственно, было бы очень неплохо, если бы вы эту тягу, это стремление бы исследовали. Вот. Вот. Если бы вы эту тягу, это стремление изучили бы. А возможно, вместе с психологом для того, чтобы вам можно было подсказать, поправить, подкорректировать, помочь, разрешить те противоречия, которые, возможно, у вас есть и которые обеспечивают вам подкрепление, ну, подкрепление данного конфликта, подкрепление данной проблемы. Вот. Конечно, если вы этого хотите. То есть, знаете, цикличность отношений, если она повторяется, да, то есть, ну, повторяется раз за раз, на то, что вы сходитесь, потом расходитесь, потом опять сходитесь. Вот. Если это происходит, значит вам, вам это для чего-то нужно. Вам зачем-то это нужно. И то, для чего вам это нужно, сейчас, на данный момент, никуда не ушло. А возможно, вы, возможно, даже не осознаете, того, для чего, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ нужно прийти к вопросу максимально серьезно, ибо проблематика, она, ну, на мой взгляд, достаточно серьезная. Проблематика достаточно серьезная и просто так вас эти отношения скорее всего не отпустят. Вот вашему мужчине тоже нужно психологу, тоже нужно поработать с психологом, для того, чтобы, опять же, уже свои какие-то внутренние проблемы, да, вот разрешить. Вот это вот реально лучшее, что вы можете сделать для себя и для него, если вы любите друг друга. Вот. Ну, по крайней мере, мне видится, так, по крайней мере, мне видится, такой история и такой ситуации. Вот. Ну, надеюсь, что и вам она видится. Так. На этом все. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что. Я вам уже отвечал на ваш вопрос предыдущий по поводу мужчины. Вот. И, ну, как знаете, вы можете продолжать задавать вопросы, да, но если все-таки настроиться на работу, прямо на работу, то, боюсь, ничего не получится. Тут никакого результата не будет. Вот. А еще раз желаю вам удачи и правильного решения. Продолжение следует...